Здарова, здоровочки! Вы на канале Тупой Комяк, меня зовут Павел. И сегодня будет умопомрачительная, прямо даже не проповедь про недвижимость, а настоящее откровение одного из самого ушлого потребителя на рынке новостроек. В прошлый раз мне очень много писали комментарии, ты что, дальтоник, ты что, не понимаешь, какая зеленая, это не зеленая. Поэтому в этот раз я не стал надевать зеленую рубашку, но надел черную футболочку и свой любимый микрофон проповедника. А, да, извините, опять сделал ошибочку, поэтому не надел, а одел. Да, все, правильно, одел. Вроде так. Поехали. Сегодня я в очередной раз расскажу, подробно расскажу и покажу, как происходит приемка новостроек по моему очень выгодному и ушлому сценарию. И, конечно же, дам побольше информации, нежели в моих прошедших роликах. И самое главное, покажу, как это делают люди без меня, без моего присутствия. И перед тем, как мы начнем, я хочу поделиться основными тезисами, которые лично я вывел для дольщиков. Итак, без скандалов все налегке и свободно. Действительно, это очень важно. Большинство, практически все дольщики, которые ко мне обращаются, они говорят, я не хочу ни с кем ругаться, я не хочу разбираться, я не хочу ничего заставлять, писать жалобы. Нет, мне нужна моя недвижимость побыстрее, покомфортнее, ведь это для меня праздник. Второй очень важный момент, чтобы дольщик был готов ко всем истерикам застройщика. Что бы ни придумал себе застройщик, какие бы новшества он ни вел, дольщик должен быть готовым ко всему этому. И не просто быть готовым, а уже иметь на готове какие-то инструменты для того, чтобы бороться с такими наглыми застройщиками. Еще очень важно дольщику сразу же заехать в свою недвижимость, сразу же начать делать ремонт, или сдать эту квартиру, или продать. Ну и последний, самый важный пункт, ради чего все это мы делаем, это, конечно же, по суду забрать все зряоплощенные деньги. Забрать все возможные компенсации, штрафы и тому подобное. Не знаешь, комяк Гильдару звонил? Ничего, комяк. Не понял. Ну, Пашка Комяк, знаешь? Лид? Нет? Ну, это блогер, который тоже занимается. Прием. То есть, тот... Это у него... Ну, у него тупой комяк. Да. А так фамилия Цымбалек у него. Угу. Ну, он, знаешь, как принимает. То есть, он все косяки эти собирает, то есть, составляет, подписывает, что совсем согласен, а потом через суд с них... Ну, да, они с такими... Как вы уже поняли из данного отрывка, приемка на этот раз будет проходить без меня, без моего личного физического присутствия. Да, это возможно, но по моим указаниям, с моими комментариями, с моими наставлениями. Конечно же, мне приятнее, когда вы все свои денюжки несете ко мне, а я весь такой важный, ушлый, умный, наглый, приду на ваш объект, покажу вот такой вот болт застройщику. А до кучи, примерно через полгода, еще и обогащу вас. Деньги, признания, славу я, конечно, люблю, но барыг ненавижу больше. Поэтому внимательно смотрим и записываем. За основу мы возьмем моего коллегу и товарища Геннадия. Вся приемка новостройки проходила по моему сценарию, с моими наставлениями и под моим четким контролем. Если застройщик такой ушлый, как Гранель, например, и заставляет вас, дольщиков, приходить со своими экспертами и оформлять на них доверенность, сделайте. Конечно же, я никогда не делаю, если прихожу, я скандалю, разбираюсь, но это я. А вы же, дольщик, вам нужен комфорт, вам нужно удобство, вам нужен праздник, поэтому лучше сделайте. Да, это незаконно, такие дурацкие их требования, они, конечно же, незаконны, но вы обязательно за это отомстите и свое заберете. В случае с Геннадием Пик не требовал никакой доверенности. Смотрим. Да. Мы ждем сейчас приемчик отсюда. Ну, это же подвеска. Включи. Да. У вас на приемчик, вы можете смотреть в конкурсе? Откосмотр, когда готов будет, вы на WhatsApp, на мой номер телефону скидываете и сообщаете, готовы принять квартиру или нет. Если готовы, кроме откосмота, мы сегодня подписываем и от приема передачи квартиры. Если нет, то на 45 дней. Да, да. Хорошо. Все, спасибо. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Что-то такое легко-то ужасное. Нет, Пики много уже квартир. А-а-а. Все, одна система. Так. 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 Ну, это больше на две спальни похоже. А это как зал. Ищи, что не нравится. Мне не нравятся батареи. Какие-то старые. Это что за коробка? Сыки. Это такое. Пожарное? Нет. Это место для кондиционера. А-а-а. Ну, что я хочу сказать. Почему бы дали купить без отделки? Ну, что это за отделки? Никакущая. Ну, в смысле, я имею в виду какое-то все дешевое. Ну, что это не дали без отделки купить зонку? Потому что... А вы с привкой что в бане делаете? Ну, это однозначно. Это при перенемке. Вот это ли? Принимать, принимать, гадились, а через суд все, вчера же переделали. Да-да. Смысл, значит, если я сейчас знаете какие-то недостатки, а им переделывать их. Ну, да. За ними опять переделывать. Совсем скоро мы еще продолжим смотреть саму приемку у Геннадия. Ну, а пока что мать часть. Самое главное застройщику это побыстрее избавиться от вот этой вот недвижимости, которая у него лежит на балансе. Им как можно быстрее нужно отдать вам эту квартиру. Пускай она недоделана, пускай она с большими недостатками, пускай там грязно, но главное вам отдать, пускай вы там уже дальше будете разбираться. Поэтому основная задача любого дольщика, который приходит принимать новостройку, помочь застройщику побыстрее забрать себе квартиру. Получается, и им нужно как можно быстрее, да и вам тоже нужно быстрее. Тогда откуда же проблемы? Но так уж бывает, что иногда на представителей застройщиков не сходит с небес благословение в виде наглости, хитрости, ушлости и дурости. И тогда, конечно же, они мочат коры и придуряются прям по-взрослому. Вы им говорите, окей, в квартире, конечно, есть недостатки, эксперт их только что записывал, но вы знаете, я принимаю такую квартиру вот прям в таком виде, в таком состоянии с недостатками. И тогда застройщик говорит, хорошо, замечательно, тогда вот подпишите мне, пожалуйста, отказ от претензий от дальнейших. Вот здесь еще подпишите наш осмотровый акт, где все указаны вот эти вот недочеты. И напишите, что в дальнейшем вы обязуетесь никогда-никогда не подавать на нас в суд. Советую вам, чтобы не нервничать, не ругаться с ними, чтобы у вас сохранялось праздничное настроение, спокойно, нежно, аккуратно и доходчиво объяснить доступными словами. Дорогой застройщик, таких документов в наших договорах не предусмотрено. Кроме того, мы подписали акт премопередачи, где совсем согласны. Зачем вам еще какие-то? Не заставляйте нас, пожалуйста, делать то, чего мы не хотим. Для нормальных людей этого достаточно. Ну а если это клинический случай и застройщик все равно давит, тогда поддайтесь на их уговоры и подпишите все, что они хотят. Вы подписали все, что они попросили, все, что они потребовали. Вы получили акт приемопередачи, вы получили ключи, какие-то документы, получили паспорта на счетчики, все. Вы получили все, что вам нужно, приемка квартиры закончилась, и вы смело можете идти передавать претензии. Отнесите претензию в главный офис застройщику или отправьте претензию почты России. Не важно. Главное, чтобы в этой претензии было написано, что вас заставили написать какие-то дурацкие документы. Это на 100% в суде поможет послать куда подальше вот таких вот наглых застройщиков. Но даже если вы так не сделали, вам как-то некомфортно ругаться, давать претензии, чувствовать себя неловко, не беда. Можно даже без них. Им вот такие вот бумажки в суде никак не помогут. Почему? Все очень просто. Все вот эти вот какие-то странные бумажки и все другие бумажки, вообще все ваши взаимоотношения с застройщиком заканчиваются именно в тот момент, именно в тот день, когда вы подписали акт приема передачи. Подписали акт приема передачи, все вот этот договор, который был подписан, на дальнейшие ваши действия не имеет никакого значения. И дальше действует только гарантия. Причем гарантия не просто предусмотрена договором, а гарантия, предусмотренная законом. И от нее, даже если вы напишите рукой, я отказываюсь от гарантии, который мне предоставляет закон, невозможно отказаться. В любом случае это закон, и он будет вас защищать. Ну и по логике так все и получается. Вы подписали акт приема передачи, ваши договорные отношения закончились, все. И допустим, через недельку, несмотря на то, что вы даже писали отказ от претензий, вы можете свободно писать претензии застройщику. Все эти новые претензии, они будут в рамках гарантии, гарантийного обслуживания. Ну а теперь давайте посмотрим, как это происходило у Гены. Актосмотр мы не будем подписывать, девушки. Подождите, вы меня тогда запутали вообще? Нет, мы акт приемки подписываем. Мы принимаем акт приемки. Без замечаний. Нет, ну а акт осмотра, то, что вы находились сегодня в квартире, то надо подписать. Акт приемки достаточно? Конечно, мы же подпишем, мы же выходим. Как бы не подписав акт приемки? Она вера не позволяет. Как-то вера не позволяет. Ну да. Мы просто не будем подписывать акт. Нет, для подрядчика это нет, то у них строго тоже хранится вся эта документация. Ну сами напишут, что от подписи отказались, и все, отдадите. Ничего страшного. Акт приемки мы подписываем. Вот, говорит, для него это. Вы можете сами написать, что у вас там находится от корпуса, да? Нет, мы ничего не будем. Нет, ну это обязательно подписывать? Это для подрядчика нужно звонками дергать, и... Ну пусть дергают. Да, пусть дергают. Почему? Акт приемки. Акт отсмотра это так, внутренние ваши. Акт отсмотра это внутренний документ. А вот акт приемки и передачи это официальный документ. И мы его подписываем. Ну то есть, раз, 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 с таким. Ну, скажете, ну вот дурачки какие-то попались, не стали подписывать. А вы снимаете или нет? Конечно. Ну я не хочу в кадр участвовать. Не будете. Ну серьезно. Ну серьезно. Ну вы же уже... То есть, поляричный девчончик. Нет, девчончик. Снимать можно. Мы у себя в квартире снимаем. Я не хочу, я не могу в кадр попадать. Ну вы отойдите немножко тогда. Мы сейчас все подпишем. Ну вы сообщаете хотя бы, что он увидел. А вот, отбросмотра, в любом случае подписываюсь с нами. Потому что для подрядчика, для пиквы, документы обязательны. Девушка, нам юрист сказал не подписывать. И он не обязательный. И он не обязательный. И вы хотите сами подпишите его. Хоть бы вам нужен. Так я вам что даю? Один от придачи. Один от придачи. И один от сняла сетчика тоже деда. Остальное вам. Так, поздравляю вас прием. Спасибо. Спасибо вам большое. Экспертиза. Хочу немножко поговорить об экспертизе. Всегда, в любом случае, делайте экспертизу. Не надо никаких советчиков. Только экспертизу. Советчик по итогу просто помогает застройщику. По идее, застройщик сам бы мог посмотреть, где какие недостатки. Где криво, где грязно. Но это делает ваш советчик, которого вы пригласили и заплатили деньги. Поэтому ваш советчик просто указывает на все эти недостатки. И застройщик опять целый месяц вас мурыжит, а может быть и больше, пока переделывает вот эти все недостатки. И как вы знаете, практически никогда недостатки не переделаны. А еще то, что зафиксирует ваш советчик, никак, вот совершенно никаким образом, даже если вы видео делали такую фиксацию, никак не поможет на суде. Об этом я уже говорил и еще раз повторяю. Если вы хотите выгодную приемку, то только с экспертизой. В таком случае вы единожды провели экспертизу и больше никогда не возвращаетесь к этому вопросу. Не надо опять согласовывать какую-то приемку. Не надо опять вытаскивать вот этого вот советчика. Не нужно опять отпрашиваться с работы. Все, этого ничего не нужно. Один раз провели экспертизу, результаты экспертизы вам навсегда. Ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры застройщика, когда он говорит, ну подождите, ну войдите в положение. Ну давайте мы вам в течение месяца все это переделаем. Не поддавайтесь, пожалуйста, не надо. Они это все вообще никак не переделают, а если переделают, то сделают тяп-ляп. Специально замажут так, чтобы не было видно. Но в суде то, что они переделали, уже невозможно будет с них истребовать. Еще очень часто дольщики говорят, что вот у нас в ДДУ прописано, что мы, дольщики, не имеем права требовать компенсации за то, что сами будем исправлять все недостатки. Дольщики имеют право требовать только исправление недостатков силами застройщика. Тоже неправда. Здесь действует тот же самый принцип договора. Договор действует с момента подписания до подписания акта приемопередачи. После того, как вы подписали акт приемопередачи, вот эти вот условия, прописанные в договоре, уже не действуют. Там опять вся та же гарантия, которой вы смело можете пользоваться. Ну и еще один большой важный плюс. Сразу после экспертизы можно распоряжаться своим имуществом так, как вы захотите. Буквально через пару дней можете заезжать. Буквально через пару дней можете делать там ремонт, сдавать ее кому-нибудь или вообще продать. Все, результат экспертизы есть, поэтому теперь можно делать все, что угодно. Вы сделали экспертизу, через два дня вы там сдали эту квартиру или даже сделали ремонт. В суде, конечно же, идут разбирательства. И ба-бах! Ответчик говорит, давайте сделаем судебную экспертизу. И тут-то вы думаете, а как же быть? Да никак. Приходит судебный эксперт, проводит ту же самую экспертизу. Как правило, это те же эксперты, которые делают и дольщикам экспертизы. И вот тут он пришел и смотрит, ага, вот тут была кривая дверь по результатам экспертизы, а ее уже нет, тут совсем другая. Отметил, ага, вот тут был кривой пол и другое покрытие, уже нету, ага, вот тут была стена, ее вообще нету, здесь было окно раздолбанное, а тут вообще другое окно. Понимаете? Результаты судебной экспертизы подтвердят, что вы своими силами все вот эти недостатки уже поменяли. Поэтому судебная экспертиза только подтвердит ваши требования, которые заключаются в том, что вам нужны деньги за то, что вы сами все это переделали. Вот и все. Ничего ужасного. А есть и квартиру продали, тоже ничего страшного. Но в этом случае судье придется использовать только уже имеющие результаты экспертизы. Дорогой зритель, самое главное поймите, здесь нет ничего криминального. Это не потребительский экстремизм. Все, о чем я тут вам говорю, я опираюсь сугубо на судебную практику, сугубо на договор долевого участия, который заключен между вами и застройщиком, на 214 федеральный закон и на закон о защите прав потребителя. Это не откуда-то просто так у меня из головы вылезло. Это все вышло из законных норм. Все это с закона. Просто когда вы подходите к такому делу, нужно проявить немножечко креатива. По замечаниям, последним замечаниям, здесь их достаточно хватает вот один только пол полностью вскрыть, выровнять и обратно уложить. Две стены? Да, две стены. Окно под замену. Оконный блок даже полностью. А, окно? Да. То в комнате. Стенка в туалете? Стена в туалете. Кабель. Кабель как бы вот тоже недоделан. Поэтому сумма здесь приличная, но, соответственно, этот момент, как вам дальше действовать с менеджером, мы уточнили так. Все. Геннадий идет к юристу, судится там примерно полгода и после этого забирает у пика все свои зря уплаченные денежки. Есть несколько разных способов сотрудничества. Допустим, это предоплата. Именно как раз в случае с Геннадием была предоплата. Геннадий платит мне за консультацию, потом Геннадий платит сам за экспертизу застретельную, и потом Геннадий платит юристу. Все. И буквально через полгода он получает себе кругленькую сумму. Еще есть вариант с постоплатой. То есть дольщик платит юристу после всех вот этих разборок. Такой вариант подходит для тех дольщиков, которые всего боятся. Которые боятся, что а вдруг там нет недостатков, а вдруг все супер красиво. Я такого никогда в жизни не видел, что там все супер красиво. А вдруг в суде не получится выиграть. Поэтому именно вот такие вот дольщики прибегают к постоплате. Рассказываю, как это работает. Дольщик обращается, допустим, ко мне. Я беру это на постоплату. Подписываем с ним договор. Все. Он ни за что не платит. Он только будет по телефону договариваться, кто куда придет, кто куда, какие бумажки отправить с жалобами, с претензиями. Все. В итоге через те же примерно полгода дольщик получает свои заветные миллионы, миллиарды. И уже из итога он отдает какой-то процент мне. Друзья, на этом все. У нас еще осталось много интересных, важных, насущных вопросов про эти застройки. Например, как забрать свои деньги застройщика, если он ушлый, придуряется. Или, например, как быть вообще с той ситуацией, что всегда судьи срезают по 333 статье Гражданского кодекса практически всю сумму неустойек и штрафных санкций. Это все мы, конечно же, расскажем, поделимся опытом, но в дальнейших роликах. Поэтому, если вам это все интересно, подписывайтесь, следите за новыми выпусками. Потому что юристы вам не расскажут, то вы можете сами, без их участия, забрать свои денежки по исполнительному листу. А я расскажу. И еще много чего интересного расскажу. Поэтому пишем комментарии, помогаем продвигать вот этот ролик. Не забываем ставить лайки и делиться с вашими там друзьями, знакомыми, дольщиками. И вообще, если вы приняли квартиру недавно в каком-нибудь жилом комплексе, то всем, всем расскажите. Пускай все знают, пускай все опускают застройщика на бабки. А если сами не хотят, пускай обращаются ко мне. А на этом все. Благословений вам, мир ваш дом, благодать и любовь доумножатся в ваших сердцах. И пусть с небес на вас нисходят все благословения этого мира. Вечер в хату, часик в радость, чиферок в сладость. Аминь. Аминь. Аминь.